От подводной лодки дня сегодняшнего к подлодке мемориальной. В тот же день в Владивостоке флот отдал дань памяти морякам-подводникам предыдущих поколений. У вечного огня возле легендарной лодки С-56 прошел ежегодный воинский ритуал, который уже превращается в городскую общественную традицию. В ветеранском построении участвует и замкомандующего ТОВ Андрей Рябухин, сам прежде командир атомной подводной лодки. Адмирал Константин Сиденко теперь руководит Владивостокским морским собранием, а вице-адмирал Александр Конев – союзом моряков-подводников Тихоокеанского флота. У этих общественных организаций моральный и нравственный долг – сохранить славу Владивостока как исторической столицы подводных сил России. «Вообще городу Владивостоку очень повезло на подводников. И, наверное, самый почитаемый праздник во Владивостоке – это, конечно, подводников. Здесь находятся три памятника у нас. Это памятник пионерам, подводникам. В 1905 году здесь была бригада собрана. Дальше мы находимся у очень легендарной подводной лодки С-56. Капитан-лейтенант Щедрин собрал экипаж и перешел через три океана. Прошел, всплыл на севере, потопил 13 кораблей, вернулся обратно. И в 1975 году жители города Владивостока в признательности о героических возможностях этого корабля, прошедших три океана, поставили его на постамент. Ну и, конечно, нельзя вспомнить АК-430, которая находится на авангарде, которая была построена в Комсомольске-на-Амуре в 1973 году, вступила в 1974 году. Она была построена нашими дальневосточными судостроителями, нашими конструкторами, была освоена нашими океанцами. Но самое, что знамечательно, она произвела пуск восьми баллистических ракет. Запуск одной баллистической ракеты вызывает сложность. А запустить восемь, как фейерверк, это, конечно, было поразительно. И, конечно, на всех встречах, что прошли 19 марта в день моряка-подводника в разных городах Приморья, вспоминали о сослуживцах и ушедших товарищей. Один из таких ярких людей флота ушел в феврале, Николай Григорьевич Латышев. Командир подводной лодки К-70 воспитывал и обучал в разное время командующих двумя военно-морскими флотами России – Балтийским и Тихоокеанским. Вот как сам он рассказывал об этом нашему корреспонденту Евгении Колесниковой, когда она встречалась с ним в 2012 году. Своими главными наградами за службу Николай Григорьевич считает не ордена и медали на груди, а тех, кто служил вместе с ним на подлодке. У него, командира К-70, в разное время находились в подчинении два офицера, которых сегодня знает вся Россия. Владимир Валуев, ставший впоследствии командующим Балтийским флотом, а через несколько лет на стажировку пришел Константин Сиденко, будущим командующий Тихоокеанским флотом, затем войсками Восточного военного округа. Это так случилось. Я себе ничего не приписываю, а я говорю так. Марксист для него случайность не отрицает. В каждой случайности видит закономерность. Вот это не я придумал. И вот так получилось, что вот один, вот другой. Теперь за тем же самым столом беседуем с двумя сыновьями Павлом и Борисом Латышевыми. В отличие от молодых подчиненных их отца, они адмиралами не стали, а сделали гражданские, а не военно-морские карьеры. И их воспоминания – это ненаписанная история детей холодной войны. Вы были тогда мальчишками. Отец что-нибудь рассказывал про свою службу? В те годы – нет. В те годы действительно режим секретности, режим закрытого государства, железный занавес. Все рассказы были только о достижениях. Где конкретно – никогда не знали. А то, что ушел на подводной лодке на долгое расстояние, да, и когда придет – не знали. Уходили обычно неожиданно. А то, что, да, под водой отец – подводник, мы этим гордились. Подводники были как космонавты, поэтому мы знали, что он служит достойно на защите границ нашей Родины. Вы сами знаете, это был разгар холодной войны. Были дальние походы. Среди этих фотографий есть такие моменты, где по прикиду, по форме видно, что это тропики. Есть фотографии, где снимали американская авиация, сопровождала. Перебираем фотографии. Вдруг видим на одной мальчишка с биноклем в рубке подводной лодки. Или 69-й, нет, скорее всего, 70-й год. Лодка идет с ремонта сдаль завода в Конюшково. Высочайшее, значит, это позволение командира. Было разрешено допустить… В переходе участвовал Владивосток в Дунай. Переход. В подводном положении. В подводном положении. Я ему завидую до сих пор. В последний путь из дома офицеров флота во Владивостоке Николая Григорьевича Латышева пришли проводить все высшие офицеры штаба Тихокеанского флота. Дядю Колю и товарища командира, как его называли адмиралы, запомнили именно воспитателем характеров. В море, а особенно в подводной лодке, бесхарактерность стоит слишком дорого.